Всем привет! Мы сегодня с вами находимся на очередной встрече школы анархизма. У нас сегодня будет лекция, посвященная анархизму и национализму. В частности, предполагая, что немножко про анархизм вы уже знаете, мы уделим побольше внимания аргументам именно национализма, рассмотрим те базовые вещи, на которых национализм как явление основан, как он возник, какие аргументы используют националисты, что вообще такое нация и этнос, и как ко всему этому относились и относятся в данный момент анархисты. И первое, о чем я хотел сказать, это о том, почему эта тема, на мой взгляд, очень актуальна сейчас вообще для всех белорусов и, в частности, для тех белорусов, которые задействованы либо симпатизируют протесту в Беларуси. На мой взгляд, она актуальна, потому что со времен Зянона-Пасняка, со времен 90-х годов у нас как-то так сложилось, что принято, в принципе, белорусский протест и национализм друг с другом ассоциировать и чуть ли не отождествлять о том, что национализм, говорить о том, что национализм чуть ли не белорусская национальная идея. На самом деле это спорное мнение, например, можно сказать, но это как-то немножко в шутку, и о том, что в какой-то мере анархизм тоже белорусская национальная идея. Например, известные белорусские деятели культуры в определенный период были анархистами. Например, в молодости Максим Богданович был анархистом, ему тогда было всего 14 лет, правда, он еще учился в гимназии, его бунты больше были похожи на подростковое непослушание, но вот его старший брат Вадим был самым настоящим анархо-коммунистом, и он очень сильно на своего младшего брата повлиял. Во времена Первой русской революции они оба активно участвовали в событиях, и Максим Богданович даже был задействован в обзрыве, который случился в той гимназии, где он учился. С его братом тоже связан интересный исторический анекдот, когда он вышел к своим родственникам, к родне, решил заявить, что он анархист, сказал, что он анархист, коммунистического толка, порвал на себе верхнюю одежду, чтобы продемонстрировать черную рубашку, которая снизу, и как бы раскрыть символически свою сущность. Но так разволновался, что совсем забыл, что в этот день на нем другая рубашка, и вышел казус, пришлось убежать и переодеться, чтобы объяснить смысл жеста. Казимир Малевич также был известен тем, что он писал в начале 20-х годов статьи в газету «Анархия», например, написал декларацию прав художника и открыто заявлял о том, что по убеждениям я скорее анархист. И это неудивительно, на самом деле мы знаем о том, что, например, народный поэт белорусси Янка Купала перевел на белорусский язык «Интернационал», песню, которую когда-то сочинил анархист. И причем важно отметить, что этот перевод 1920 года, то есть тогда, хотя он уже был гимном РСФСР, скорее ассоциировался с гимном международного социалистического движения, нежели с советскими республиками в частности. И, кстати говоря, и первый вообще литературный поэтический перевод на белорусский язык, это была песня «Червоный штандар», то есть песня о красном флаге. И, в принципе, социалистические идеи как таковые белорусским деятелям культуры, интеллигенции были далеко не чужды, что неудивительно, потому что многие из них были выходцами из народа. Об этом также о том, почему анархизм мог бы быть белорусской национальной идеей, и писал первый современный белорусский философ Игнатий Кончевский. Игнат Абдиралович, он себя подписывал под своими произведениями в своем эссе «Одвечным шляхом». Он рассуждает о том, как же быть белорусом, которые оказались в такой сложной внешнеполитической ситуации. Мы можем провести параллели с сегодняшним днем, потому что 1921 год, когда он писал свое эссе, это время, когда белорусы пережили Российскую империю, Первую мировую войну, Советско-Польскую войну, Гражданскую войну. Это время действия «Зеленого дуба». «Зеленый дуб» — это организация крестьянского движения антибольшевистская, тоже очень близкая по своим принципам анархическим к анархистам, которые действовали на территории Беларуси. И в этом всем нужно было как-то разобраться, выбрать путь, которым должны идти белорусы и Беларусь. И в своем эссе он пишет, что ни западный либерализм с его капиталистическими ценностями, ни восточная деспотия в виде большевистской диктатуры белорусам не подходят. Им подходит анархизм как идеология, которая близка сути самого народа. И в том, чтобы искать скорее народную идею, а не национальную, на самом деле он был прав и очень близок к анархизму. Еще одна тема, в свете которой часто упоминается национализм, как якобы какой-то здравый разумный аргумент, это тема миграции, тоже тема, о которой все мы в последнее время наслышаны. И на этот счет у анархистов тоже есть определенное мнение. Сейчас моя товарищка продолжит. Сначала вам хочу задать такой вопрос на разогревку. Можно мне подать листочки? В общем, попытаемся узнать, да, такой небольшой квиз. Я сейчас зачитаю утверждение про мигрантов, и вам нужно будет просто примерно прикинуть, из какой страны происхождение может быть этот человек, да. Вот, утверждение такое. Местные нападают на этих мигрантов, доходят до летальных случаев. Их диаспора только в одной из стран превышает миллион человек. Более 70% из этих мигрантов сталкивалось с дискриминацией и насилием. И счет случаев нападений идет на сотни ежегодно в стране, где они пребывают, например. Местные описывают их так. Представители чуждой культуры, они желающие и не способны ассимилироваться. Кто бы это мог быть? Сраницы. Может быть, это тоже было. Ага, если называете, тогда где? Ну, может быть, у вас кто-то где? Украинцы в Польше. Украинцы в Польше один вариант опретра. Кто еще? Громче надо говорить, потому что... Мы сегодня будем говорить о стереотипах очень много, поэтому давайте... Давайте стереотипы, пожалуйста. Евреи. Как? Евреи. Евреи, где? Мы говорим, в Западной. Как это не ассимилируется? Они везде читают, ты почти сразу же стопорезовок, скажешь. Близкие люди, наверное, на Советском. Мы говорим, что это в Европейской, в Европейской, в Италии. Ага. А кто там говорил про Англию, что-то ирландцы? Я называл ирландцем Англии. Еще есть опции? Почему не сирийцы, почему, не знаю. Где, где террористы исламские? На самом деле речь идет... То есть эти утверждения были взяты из одного материала, который публиковался еще в 2015 году о поляках в Англии. И там было действительно... То есть все, что я зачитала, это действительно происходит. На них действительно очень часто нападают. В том числе убивают. Часто только за то, что слышно просто какая-то польская речь, не знаю, в рабочем квартале, где там больше англичан и прочее. И действительно, как бы разброс наших ответов показывает, что это, в принципе, может быть любой мигрант в любой стране. Потому что все люди, которые как-то мигрируют, либо их становится, например, много, и их начинают отождествлять с образом другого, который такой коллективный другой, которого можно определить по внешнему виду, по языку, как-то на слух понять, по работе, которую часто выполняют конкретно данные мигранты из конкретного государства. То есть часто мы можем понимать, что они не столько от нас отличаются, сколько это просто какой-то такой банальный кухонный расизм работает против этих людей. И тоже интересно, что когда мы говорим про миграцию, мы очень часто говорим, что эта миграция все-таки из Беларуси, например, куда-то, или наоборот. Мы не говорим про миграцию, почему, например, человек из Дзержинска не считается, что он захватывает рабочие места минчан, но как только это человек, не знаю, из Донецка, из Афганистана, или не знаю, кто там сейчас к нам приезжает, какие-нибудь китайцы, то считается, что все, как бы, места строителей захвачены. Мы над этими вещами сегодня подумаем, поговорим. Вот, и моя часть, она будет посвящена, можно переключить, границам иммиграции. То есть мы начнем с этого, то есть прежде чем переходить вообще к национализму и к такому сотворению нации, да, как, потому что это тоже достаточно новое, ну, в контексте всей истории, сколько живет человек. То есть национализм это, ну, скажем так, вспышка такого последнего времени, можно сказать. Вот, и я просто сейчас сегодня поговорю в своей части о том, как вообще связано, как вообще связано государство, контроль государства над людьми, почему мы в какой-то момент становимся гражданами, почему я буду утверждать то, что запрещено путешествовать в нашем мире глобально только бедным в основном, почему какие-то, почему государство, ограниченное границами, это всегда накопитель рабочей силы, в основном бедной, и очень, которую очень легко эксплуатировать. Вот, то есть посмотрю на границу иммиграции с точки зрения государства и капитализма, и почему это как бы до сих пор выгодно, собственно, людям, которые нами управляют. Начнем тогда с запрета на мобильность, и вот это тоже интересно, потому что мы говорили выше о том, ну, то есть я сказала, почему внутренняя миграция, например, считается сейчас уже нормальной. При этом, если взглянуть на историю и вообще на границы в целом, то есть откуда, ну, то есть когда мы говорим граница, и мы думаем про прошлое, мы скорее видим это в виде каких-то стен, или в каких, ну, то есть тогда не было картографии, тогда не было каких-то пограничных столбов и прочее. То есть тогда граница, это скорее всего был забор, не знаю, там какого-то помещика, который отделял собственность разных людей друг от друга, и до того, как государство уже стало, ну, как бы вот этим вот национальным государством, о котором мы сегодня говорим, в котором мы живем, и мы считаем, что это нормально, и именно в такие государства рождаются люди, другого вообще мы не можем представить, то раньше как бы это скорее были просто какие-то куски земли, на которых жили определенные люди, и которые принадлежали, скажем так, тогда там землевладельцам, либо владельцам, ну, каких-то там денег, угодий, благ и так далее. На тот момент это все как бы было достаточно разбросано по миру и в целом, и мы можем говорить о том, что да, были еще средневековые города, например, и средневековые города часто имели вокруг себя стены, в том числе для того, чтобы там защищаться от набегов, то есть как бы для защиты ресурсов, но при этом интересно, что в такие средневековые города, ну, то есть там были ворота, и туда тоже нужен был какой-то пропуск, и вот слово паспорт, да, оно вот оттуда происходит, потому что пас – это, ну, пройти, порт – это ворота, дверь, и, собственно, оттуда как бы вот эти паспорта или такие проезжие грамоты, как это называлось в России, вот, подорожные грамоты, по-моему, вот, это позволяло людям, каким, ну, когда мы говорим про людям, мы имеем в виду дворян, например, которые путешествовали там, от имени царя ехали, не знаю, из Москвы в Новгород, да, и должны были там местным каким-то там местной знать и показать, что они действительно им можно доверять, и они здесь как бы не просто так ошиваются. Мы говорим о купцах, которые тоже, ну, в их интересах и в интересах государства было вот это движение товаров, и у них были вот эти пропуска, и вот в этом пропуске написано было, например, по каким городам им можно ездить и, соответственно, пропускать. Когда мы говорим про бедных, мы понимаем, что исторически бедным вообще было запрещено куда-то путешествовать, потому что, если мы говорим про феодальный строй, эти люди просто принадлежали как вещи конкретному человеку, и они могли путешествовать только со своим хозяином. Вот. Они не могли, например, просто уйти, если они уходили со своих там рабочих мест, да, со своих наделов земли, они считались беглыми крестьянами. Часто такие люди попадали, например, в средневековые города, и там, естественно, у них, если нету этого паспорта, их либо никто не пускает, либо если они как-то проникают туда, они становились нищими, бродягами и так далее. И в тот момент, вот вообще в средневековые века и чуть дальше, нищие и бродяги, ну, это считались просто люди, которых можно просто так захватывать, себе брать и как бы эксплуатировать. То есть, и поэтому этот паспорт был необходим купцам, там, просто путешественникам, условным туристам, каким-нибудь, ну, на тот момент там этнографам, ну, вот начиналась какая-то наука, например, кто-то приезжал что-то исследовать, какие-то там дипломаты, ну, вот такого местного разлива, они для того, чтобы их не посчитали, ну, то есть, если у тебя ничего нет при себе, никакого проездного документа, ты считаешься человеком, которым можно захватывать просто и, ну, как бы использовать как... То есть, ты как будто бы без ничей. Вот, и поэтому мы можем говорить о том, что на тот момент вот этот запрет на мобильность, да, как бы он существовал только для бедных, а когда мы говорим про какие-то другие государства, например, в Египте вообще запрещено было покидать пределы государства, потому что это, как бы, это покидают... Кто покидает страну без разрешения? Ну, это, скорее всего, люди, которые не хотят больше быть под властью какого-то конкретного человека, помещика, феодала, империала... Кто там у них был, не фараоны, да? Вот, то есть... Да, да, и вот об этом мы тоже будем говорить, когда чуть-чуть позже, когда я... Ну, мы будем говорить про эмиграцию, почему вообще государствам интересно запрещать эмиграцию. И когда мы говорим про более поздний период, единственный из источников, которые я читала, единственный период, когда бедным формально можно было путешествовать, это вот этот вот небольшой промежуток между отменой крепостного права и там феодализма, типа разлома феодализма и такого перехода к индустриальному капитализму, там буквально, не знаю, лет 20-30 было вот такой вот период, когда бедные как будто получили возможность, они перестали быть чьими-то, при этом они оставались людьми, которых можно всегда захватить, поработить, посадить в тюрьму за нищенство, бродяжничество. И потом, например, в США это было так, что когда отменили рабство, соответственно, все рабы бывшие, они начали бродить по городам в поисках какой-то работы, и если у них не было от рабочего, от работодателя какого-то удостоверения, что они где-то опять кому-то принадлежат, их можно было захватывать, давать им штраф, они, естественно, этот штраф не могли выплатить, их тогда садили в тюрьму, и любой фермер соседний мог выкупить этого человека и, соответственно, заставить его работать у себя на делах, а потом, когда в конце там подходит, ну, это то, что там, условно, перезадержать на 15 суток, то есть просто подходит у тебя срок твоего как бы освобождения, и ты находишь у этого человека еще какую-нибудь провинность, что он там что-то украл, например, и ты как бы просто передается дело, еще раз его осуждают, и этот человек остается у тебя работать. И вот не договорила я о том, почему, ну, как бы каким образом вышло так, что, собственно, вот этот вот 20-30 лет, там, 1840-е, 50-е, 60-е годы, когда началась массовая миграция, например, из Англии, из Европы, и в целом, ну, как бы вот с этой части, с нашего материка в Америку, это была единственная вот такая вот вспышка, когда люди могли, когда бедные реально могли путешествовать, путешествовать, да, они там просто кучей умирали по дороге, но при этом они могли приехать туда и как бы, ну, заселить, как бы, в принципе, колонизировать, да, вот эти земли, вот. И вот, например, там привозится пример, там, Эндрю Карнеги, который там вот этот супер богатый сталелетейщик, да, который там потом филантропом в конце своей жизни стал. Вот он был как бы среди тех людей, которые из Шотландии эмигрировали в Америку, и постепенно, то есть это были реально бедные люди, потому что они разорились в Шотландии. И как бы, и вот там он типа состроил свое состояние, и очень часто капиталисты говорят, вот посмотрите, вот, можно из бедного там просто нищего стать вот таким, если ты захочешь. Но они как бы забывают, что теперь бедным опять запрещено путешествовать, потому что начиная с, когда мы говорим про вообще границы, как вот они появились, и, ну, мы говорили о том, что был вот феодализм, потом начало формироваться, ну, скажем так, какие-то элиты стали захватывать все больше и больше, либо они стали захватывать, как какие-то монархи, например, все больше и больше власти, либо вот эти аристократы, владельцы земли стали недовольны тем, что они, у них просто есть какой-то капитал, но они не имеют права участвовать в политической жизни вообще никак, потому что только монарх решает, как бы, как им быть, и поэтому во многих странах произошли вот эти такие, ну, типа буржуазные революции, да, где больше населения, больше элит включилось в политический строй, и им стало выгодно как-то определять границы того, где, кто, на какой границе, кто в каком пространстве имеет право принять решение, да, то есть или там какие-то политические, собирать налоги и так далее. И вот с этого момента начинается постепенно, там, с развитием картографии, да, начинают наноситься какие-то там точки, где вообще как кто живет, при этом, естественно, все эти точки постоянно двигаются из-за бесконечных войн, вот, но при этом вот эти вот, когда мы говорим границы, государственные границы, нам кажется, что вот это просто очень много, ну, там, это постоянно стена, забор, да, какой-то, то есть мы представляем, что там между, например, там, Литвой и Белоруссией какая-то есть там стена или забор между Украиной, хотя на самом деле это не так, ну, то есть как бы мир в основном не представляет собой именно ограниченный такой вот, каждая страна не строит вокруг себя стены, однако это изменилось, можешь переключить на следующий. В общем, сейчас вы видите то, где есть границы, да, это мы видим здесь, например, стены, да, где есть стена, то есть стена либо, типа, жесткая колючая проволока, и мы видим, что это в основном на материке, да, на южном американском материке, и там вот сейчас Мексика, США начали строить, то есть вот эти все границы, это в процессе строительства, и многие из них появились в 2015 году, то есть если в 90-м году после развала, ну, там, во время развала Совка и когда Берлинская стена падала, то получается был такой нарратив, что мы вообще раскрываем границы, наконец-то стены падают, и мы теперь, наконец-то, сможем жить как, ну, вот просто как глобальное сообщество, и вот в 90-м году всего лишь 15 стран имели границы, именно такие стены, либо заборы, либо какие-то препятствия, в 2015 году их уже 70, вот, и их количество все возрастает, и вот эти вот, если вы видите вот эти вот такие волны, это, ну, вот здесь будет Сирия, и просто как бы на границе с Турцией, потом на границе с Грузией, на границе с Болгарией, как бы им просто строят на каждой границе какой-то забор, чтобы сейчас, ну, вот мы видим, что Польша строят с Белоруссией, Литва строит с Белоруссией, да, потому что как бы они, миграция пошла как бы крюком. Тоже Европа, но только Европа, где внутри можно путешествовать, да, это вот с желтым, а вокруг, вот я то, что показывала, да, то есть вот мы видим Венгрию и прочее государство, вот это красное, это то, что строится, вот, и вот здесь тоже все как бы ограничивается, попытка мигрировать с африканского континента. И здесь как бы несколько границ, это граница с Россией, да, то есть вот укрепление на Украине, укрепление на Латвии, Латвии, Эстония, Латвия пока что. И что здесь интересно сказать, что хорошо, значит, вот был у этих людей какой-то всплеск возможности мигрировать, что происходит дальше? Дальше происходит то, что, как я сказала, государство начинает формироваться, начинают очерчивать свои границы и начинают учитывать людей, да, то есть им важно, чтобы понимать, сколько каких людей, то есть единиц, ну, потому что человек, это фактически для государства, для капиталистов, это ресурс трудовой. И если они хотят учитывать, сколько у них есть, например, ресурсов, которые они могут добывать на своей территории, они хотят их картографировать, они хотят понять, сколько, это должен быть количественный показатель, и это должен быть удобочитаемый показатель, удобочитаемый для государства. Это значит, что нам нужно знать количество людей в каждом месте, где они живут, Кто из этих людей, например, является человеком, чьим человеком является, например, если это еще какие-то пережитки феодализма Либо его можно как-то, например, использовать в своих интересах И поэтому, когда мы постепенно переходим к гражданству, потому что вот эта вещь про гражданство, она начинает формироваться только ближе до Второй мировой войны Вообще в Европе было можно путешествовать и не нужны были никакие вообще паспорта И я забыла здесь еще упомянуть про внутреннюю миграцию, когда мы говорим, что нельзя было людям путешествовать даже просто с деревни в деревню Потому что крестьянин должен был отпрашиваться у своего помещика, если он не имел этого отпроса, его могли схватить, как-то наказать и прочее Всех крестьян, которые убегали в город, возвращали насильно обратно к его владельцу И поэтому даже обычным людям и в России, и в разных других городах европейских Им нужно было все время какое-то открепление, зачем ты куда-то едешь И это обычно давали какие-то местные власти, местные владельцы капитала или благ И потом получилось так, что слишком много стало... Перед мировой войной в Европе вообще путешествовали без паспортов Поэтому вот, например, мы видим, когда читаем там даже воспоминания всяких даже анархистов, там, да, как бы Могольман, например, которые путешествовали из Литвы там и в Америке жили Они жили всю дорогу без паспортов и без гражданства И именно поэтому, когда Америка начала бороться с миграцией, их очень быстро депортировали просто потому, что, несмотря на то, что они там 40 лет жили, у них вообще не было никакого статуса и это было ок То есть у них не было ограниченных прав в этой стране Гражданство им понадобилось только тогда, когда необходимо было разделить на свой или чужой И после мировой войны стали бояться шпионов, ну, то есть стали хотеть проверять, кто въезжает, кто выезжает Стали бояться, опять же, вот этой миграции трудовой силы, которая пытается найти после войны обескровленное, да, как бы без каких-то ресурсов пытается найти где-то какую-то работу Или, опять же, что-то там украсть, не знаю, выжить и прочее Вот, и поэтому стали как бы постепенно формироваться границы, формироваться паспортный контроль И когда мы говорим про гражданство, мы можем тоже здесь отметить, что вот то, что я говорила, что как бы государству необходима вот эта удобочитаемость И только с конца 17 века, да, то есть это достаточно недавно, началась как бы формироваться система контроля населения на вот этих вот новосформированных таких, типа общебуржуазных, скажем так, да То есть уже это скорее не монарх, а, например, вот какие-то элиты, аристократия, они организовываются в какой-то там союз между собой И понимают, что им нужно вот учитывать население, плюс развал феодализма, люди как бы бегают, бродят, типа свободные Нужно как-то с ними что-то делать Вот, и, как я сказала, государство, государство своеобразное видение, оно должно видеть людей в кавычках, да, как в удобочитаемом виде И которое позволяет очень легко определить их локацию, да, то есть где этот ресурс находится, как, ну и что с ним можно сделать То есть это необходимо для, и вот эта вся каталогизация, да, населения, переписи, которые мы сейчас видим Это, в принципе, тоже просто инструмент государства для уточнения, где мы как ресурс сейчас находимся И, там, платим ли мы налог, там, работаем ли мы где-то, производим ли мы, там, не знаю, прибавочную стоимость И готовы ли мы, там, в любой момент, например, сорваться, защищать страну, да, где находятся конкретные призывники Чтобы, если что, их можно было, типа, взять для обороны и так далее И вот интересно, что, например, наш закон про тунеядцев, да, который породил, как бы, много протестов Насчет, вообще, в целом, самого феномена этого закона Но очень мало кто говорил про систематизацию, которую получило государство после того, как оно провело вот этот вот пересчет Типа мы ищем тунеядцев, но при этом они каталогизировали всех И упаковали это в одну систему, где можно было видеть, чуть ли не как человек переходит с какого работы на какую Когда он заканчивает работу, там, не знаю, он загорается красным И очень легко теперь видеть, где какие люди вообще находятся в этой системе Что еще из интересного здесь можно сказать? То, что в 19-20 веке, да, можно сказать, что вот развитие вот этой вот системы контроля Тогда еще тоже о гражданстве не было речи, это был просто учет людей и все И вот в 19-20 веке завершается вот этот процесс формирования, ну, скажем так, как сказать, подданных, да, каталогизации подданных То есть кто принадлежит вот этим людям, которые правят конкретной территорией И вот можно сказать, что гражданство пришло на смену крепостничества и рабства Ну, то есть тогда там одни люди как-то их учитывали, и то теперь нужно было как-то по-другому И интересно, что вот эта удобочитаемость для государства, она важнее всяких вообще То есть когда мы будем говорить про расы, национализм, этносы, государству это вообще не важно Оно учитывает человека и его значимость как ресурса То есть, например, поэтому, когда мы говорим про гражданство, мы можем там видеть и темнокожих людей, да, как бы гражданами Беларуси И там, не знаю, как бы бывших граждан там Сирии, которые получили там, не знаю, статус, и теперь они могут быть гражданами То есть государству вообще не важно, кто ты, и то есть вот эта этничность на тот момент как бы, ну, то есть в системе вообще контроля не важна Важно, чтобы оно было просто читаемо для государства Вот, и при этом вот эта гражданственность, она дает как будто какие-то права на этой территории тебе Но одновременно требует обязательства по участию в этом сообществе То есть ты обязан работать, обязан платить налоги, обязан там защищать там кого-то, если бы в случае войны и так далее И, собственно, участие и охрана этой общности от любых других, которые там, не знаю, с которыми решит правительство бороться Вот, и интересно, что, собственно, да, то есть про миграцию я уже сказала Ну и вот здесь вот очень кратко скажем, я думаю, это очень очевидно, да, зачем, исходя из того, что я сказала И исходя из рассматривания людей как ресурс, зачем каким-то государством ограничивать иммиграцию, да За тем, чтобы эти люди просто оставались в этой стране как ресурс Потому что некоторые правительства такие плохие, что от них пытаются убежать, да Вот, и поэтому для того, чтобы держать людей у себя, если ты не можешь их удержать каким-то там, не знаю, благосостоянием их семьи Не знаю, каким-то верой в то, что они там в будущем что-то могут больше заработать и так далее Тебе приходится это делать намеренно, либо взимать плату за то, чтобы они выехали Если помните, там до восьмого года, по-моему, в Беларуси нужно было получать платный штампик, чтобы выехать куда-то Ну это тоже, типа, возможность просто с каждого, кто путешествует, снять вот эту плату Ну а система виз это тоже своеобразный, ну то есть как мы входим в средневековый город, мы платим вот этот налог просто за то, что мы заходим и выходим И это то же самое с визами для того, чтобы куда-то поехать Да, во-первых, нас там проверяют как-то, во-вторых, нас устанавливают, да, как бы и смотрят, куда мы передвигаемся, какой мы пункт хотим первый там посетить и так далее Вот, я хочу сказать еще про второй момент, про то, как вообще границы, которые уже существуют, то есть это факт Как они способствуют развитию капитализма на глобальном уровне и почему некоторые теоретики называют границы накопителями рабочей силы В данном случае я говорю, например, про пример транснациональных корпораций, которые сформировались и стали развиваться тоже как будто достаточно недавно То есть это, ну, около 40-30 лет такого бума транснациональных корпораций Если вы не понимаете, что такое транснациональная корпорация, это какая-то компания, например, которая зарегистрирована в Америке или там в любой другой европейской стране богатой И которая выносит свои производства в какие-то более бедные страны с более низкой оплатой труда, с более ужасающими, не знаю, отношением к экологии, с требованиями трудового законодательства, охраны труда и так далее То есть за счет того, что в каких, то есть авторка, которую я читала, книгу потом мы перечислим на последнем слайде Она упоминает о том, что до 1970 года все компании американские функционировали исключительно почти на американском рынке Особенно учитывая положение американского континента, да, что они как бы ограничены и к ним очень сложно добираться И то есть там импорт составлял вообще всего лишь 5% и они как бы были полностью самоокупаемыми, само такими достаточными Вот, и постепенно вышло так, что из-за того, что существует национальное государство и существуют границы, которые, то есть мы говорим о том, что товары, капитал, не знаю, корпорации имеют право двигаться через эти границы И ничего им как бы не препятствует, кроме там налога какого-то, да, чтобы там, какой-то там пошлины, еще что-то А труд, ну как трудовой ресурс, не имеет права двигаться То есть он имеет право двигаться только тогда, когда ему разрешают Например, как в Евросоюзе, разрешают только в случае таком, когда это выгодно тоже, ну как бы для государства и для капиталистов Чтобы вот это брожение шло, и что мы говорим, когда мы говорим, там был пример вот этой текстильной промышленности, например, в Бангладеше Потому что сейчас текстильная промышленность Бангладеша приносит им 70% вообще от всего ВВП И при этом Бангладеш как бы достаточно маленькая страна, но там очень много, большое население с большим ростом населения и очень большой безработицей И люди там трудятся, ну просто за условно там 50 центов в день, чтобы как бы шить какую-то одежду, которая там продает H&M и вот вся эти как бы марки такие сетевые Почему это стало возможным? Потому что в Америке есть как бы какое-то государственное требование там к условиям труда Мы переходим в Мексику, и поскольку это государство, ограниченное границами и стенами, которое препятствует труду, трудовому ресурсу двигаться так, как он хочет Они, конечно, могут, но там они должны куда-то получить визу, чтобы их там куда-то пустили Либо умереть на границе нелегально, вот как они только могут двигаться И, соответственно, это контейнирует людей в каком-то определенном месте, как, например, Бангладеш, где ты можешь просто приехать И поскольку существует граница, над которой правит какое-то определенное правительство, оно имеет право принимать решения, которые могут То есть и тогда капитал просто выбирает, а где на этом рынке мне снять, ну то есть это как будто бы я прихожу в торговый центр, и мне нужно снять помещение Я хожу и спрашиваю просто у владельцев, за сколько мне сдашь? А будут ли туда коммунальные услуги входить? И не будут И получается, страны многие, которые особенно, ну, не развитые, да, или развивающиеся, они вынуждены быть вот этим вот, одним из этих офисов, который говорит Сдам без коммунальных, то есть сдам без ценок, просто плати коммунальные услуги, да И они говорят, хорошо, отлично, мы будем говорить, что мы создаем рабочие места где-то, при этом, как отмечает автор этой книги, за счет выхода вот этих корпораций из Америки Американский рабочий класс потерял полную, ну, как бы свою устойчивость, потому что вся индустрия уехала из страны, и там теперь тоже как бы безработица Они приезжают туда и пользуются вот очень ужасающими условиями труда, фактически эксплуатируя, как бы, этих людей И, ну, поэтому, вот это мне показалось очень интересным фактором того, каким образом, что вообще в целом мы говорим о том, что Часто говорят, ну, если бы капитализм был там, как сказать, там, люди, которые говорят за свободный рынок, да Вот, если бы был свободный рынок, то все было бы классно, если бы государство никуда не вмешивалось и так далее Но они забывают, да, что есть границы, и что, да, свободный рынок позволяет мигрировать капиталу и товарам, благам, но не позволяет двигаться трудовому ресурсу, который тоже, как бы, участвует в этом свободном рынке Вот, и поэтому это, как бы, проблема Ну, и последнее, что я, наверное, скажу, это то, что в целом, зачем, ну, чем выгодно, например, да, иметь, во-первых, разделенные такие вот, разделенных людей Во-вторых, там, делать из этого какие-то стереотипы, что мы не такие, как они, что мы здесь работаем, а кто-то приезжает для захвата наших рабочих мест И вот тоже интересно, что некоторые говорят о том, что как будто бы люди, риторика, когда люди верят в то, что кто-то приходит захватывать их рабочие места, живя в Америке и в Европе Это проекция, потому что это именно то, что сделали их предки в местах, откуда сейчас пришли То есть они пришли, разграбили ресурсы и ушли, да, и, собственно, теперь, когда эти люди возвращаются для того, чтобы получить доступ к каким-то ресурсам Ну, это такая проекция на то, что делали мои же, например, предки когда-то И интересно о том, что, ну, то есть мы говорим о том, что гастарбайтеры, да, или просто вот рабочие эмигранты Это, в принципе, неизбежный результат неравномерного развития И это как бы будет происходить, и никакие границы, стены не остановят, не могут остановить миграцию, как мы видим Ни смерть, ни ничего не может остановить людей в поисках лучшей жизни И очень интересный тоже факт, что, например, государство всегда решает, когда ему То есть они немножко ослабляют и разрешают миграцию, и меняют медиаэффект или медианарратив в сторону, что да, класс, мы открыты к новым людям Когда им это выгодно? И, например, с мексиканцами вот упоминается, что статистически очень часто было так, что людей на 20 лет пускали Там практически без всяких ограничений, как только там страна в рецессии, и им невыгодно Этих людей можно просто сказать, завтра уезжаете И ты не можешь сказать своим рабочим, своим гражданам, завтра уезжаете Но ты можешь сказать любому, кто не имеет статуса И ты постоянно держишь человека в подвешенном состоянии для того, чтобы он был максимально эксплуатированным И очень интересно, что в США до какого-то времени вообще управление границей входило в юрисдикцию Минтруда То есть это было не Минобороны, а Минтруда Потому что это как бы было, граница была про миграцию трудовых ресурсов, а не там про нападение на нас и так далее Это, мне кажется, очень интересно И вот можно сказать, что не граждане, когда мы говорим про гражданство Зачем вот это вот аутсайдер, инсайдер, да, кто имеет права, кто не имеет Это самая уязвимая категория людей, которые живут в какой-то стране Потому что это такая прослойка, которая позволяет фрагментировать вообще рабочий класс Во-первых, чтобы люди между собой конкурировали и думали, что я же все-таки лучше Потому что у меня там больше прав, больше каких-то возможностей А вот эти люди, как бы пусть они там убираются к себе И есть еще такой противоположный миф, это аутсорсинг, да, о котором мы говорили Что уже не нужно к себе звать каких-то людей и тут их эксплуатировать И сталкиваться с их там недовольством Можно просто приезжать туда, где они живут и эксплуатировать их по месту жительства за микроденьги Вот, и при этом никто тебе там из Америки не имеет права сказать Эй, а что же ты делаешь, как же так, гуманизм, права человека, еще что-то То есть на все это можно просто закрыть глаза Можно следующий слайд, в котором я просто, да, вот этот слайд В котором я просто скажу о том, что же думают насчет этого анархисты Исходя из критики, это достаточно понятно, я думаю Анархисты считают, что передвижение вообще, миграция, мобильность людей Это что-то, что было всегда и что будет и останется Это естественная потребность людей, которая вырастает, ну, как мы считаем Такое натуральное и естественное право двигаться и выбирать, во-первых, где ты будешь жить К каким ресурсам ты хочешь иметь доступ, как ты хочешь развить себя, то есть самореализоваться Если ты не можешь самореализоваться в каком-то, то есть если мы говорим, я голоден, но тебе не дают еды, ты не можешь То есть если у тебя есть препятствие для того, чтобы получить там доступ к пище, ты не можешь самореализоваться так, как человек Если тебе говорят, что вот, хочешь, мир открыт, пробуй, достигай Но при этом мы знаем, что куча вот этих препятствий, которые существуют на пути людей к тому, чтобы это делать И здесь еще важно то, что, например, анархисты говорят о том, что у людей есть право на свободную ассоциацию с другими людьми Свободное взаимодействие и свободное сотрудничество И граница препятствует, то есть она, например, препятствует, чтобы люди из Бреста и Тересполя вообще хоть как-то между собой взаимодействовали Хотя они живут в километре друг от друга условно И это проблема, которую поднимают анархисты Мы говорим о том, что нам не важны основания для миграции Потому что государство часто делает такие новые, не знаю, уже не новые, наверное, термины Что есть вот беженец, а есть мигрант И поэтому беженец вот это тот, кто хороший, кто заслуживает сочувствия, доверия и помощи А мигрант, ну пусть бы он как бы куда-то другую сторону мигрировал Или там себе в стране что-то налаживал Поэтому мы не считаем, что есть какие-то правильные, более этичные, более, не знаю, верные основания для миграции Если у человека есть причина мигрировать, и он считает так нужно У него есть как бы вот это естественное право на то, чтобы это делать И мы считаем, да, что разница между гражданином и не гражданином должна быть упразднена А именно, ну, просто упразднено вот это гражданство Потому что, как мне показалось, я достаточно как бы доводов привела в пользу того Что гражданство фактически это что-то, чем пользуется государство для каталогизирования нас Это никак нам вообще не... для нас это никаких благ не приносит Это только дает нам... это только нас приписывает Мы предоставляем вот эту бумажку, по которой другой правитель видит Ага, эти принадлежат ему Я их, значит, могу их немножко поэксплуатировать, если кто-то там не будет против Либо могу просто вышвырнуть, потому что они там, ну, как-то слишком много денег у меня просят Вот и все, то есть это фактически тоже крепостничество И поэтому мы как бы против того, чтобы у людей... у всех есть... должно быть право, чтобы к нему относились как к человеку И они... кому-то отказываем мы в каких-то правах базовых, а кто-то достаточно хороший, чтобы этими правами пользоваться Да, и последнее, что, наверное, скажу, это цель, как бы вот, наверное, да, как анархизма Это в целом такое развитие человеческого потенциала всех людей Не там только белорусов, не только, не знаю, поляков, не только там сирийцев Это автономия через автономию и свободу ассоциации с другими людьми И право на жизнь безопасности должна быть, как бы, в принципе, у всех людей И мы не должны ее сдерживать Вот, и поэтому вот сейчас, как бы, моя часть заканчивается И мы будем плавно перетекать в тему, которая очень связана с... вообще с государством С формированием национального государства и вот этого гражданственности Потому что зачем границы... мы поняли... зачем границы капиталистам и правительственным странам, мы поняли, да? Зачем границы нам? Мы не понимаем, но часто мы думаем, что понимаем, потому что риторика... потому что национализм и создан для того, чтобы мы поняли, зачем это нам, да? Вот, и мы сейчас тогда сменимся и расскажешь дальше о том, как вообще все это формируется, не знаю, этничность нации Поговорим о том, почему для государства все-таки порой важно, какому этносу, какой нации принадлежит его подданный Казалось бы, что в эпоху средневековую абсолютно неважно королю, где и из каких колоний приходит к нему рабочая сила, текут ресурсы Действительно, у королевы Англии мог быть подданный и из Индии, и из Канады, из любой другой точки мира Абсолютно это никак ее не волновало Главное, что она обладала вот этим людским и материальным ресурсом, какими-то территориями Но с наступлением эпохи массовой идеологии, с наступлением индустриализации, с появлением массового образования И самое главное, возникновением массовой армии, массового призыва Стало очень важно, чтобы подданные понимали, на каком языке говорит хозяин На каком языке он отдает приказы И для того, чтобы в принципе не выстраивалась вот эта граница между человеком и его отождествлением себя с какой-либо страной, с каким-то гражданством, с каким-то государством Вот эту естественную границу между обществом и государством нужно было стереть и максимально общество и государство слить в единое Этим целем прекрасно может послужить отсылка к нации Вот, собственно, такое понятие, как нация, оно и ровесник появления национальных именно государств и национализма как движения Об этом чуть позже поподробнее Сначала поговорим о таких составляющих идеологии национализма, как раса и этнос Раса – это что такое раса? Это физиологическая составляющая, так скажем, то, как люди выглядят, чем они отличаются между собой Изначально, в эпоху, когда появилась вообще дарвиновская теория, появился вслед за ним и социал-дарвинизм И появилась такая дисциплина, как расология Сейчас она признана псевдонаукой Изначально она существовала в таком виде, как попытка создать комплекс теорий и идей о том, как люди между собой отличаются И как вот эти подвиды, группы людей выстроены в иерархию То есть, как они друг с другом взаимодействуют, какая раса относится к высшим, какая к низшим И на этой идеологии, как вы уже, наверное, догадались, позже вырастет Третий рейх Это зародилась она еще в 1880-х годах Тогда же зародился и социал-дарвинизм Социал-дарвинизм – это идея о том, что человеческому виду, как и другим видам животных присуща внутривидовая конкуренция И, соответственно, люди разных рас и люди внутри одной расы должны и могут конкурировать Иначе быть не может, потому что в этом природа человеческая Сразу стоит оговориться, что, во-первых, с биологической точки зрения неверно Потому что Дарвин писал про межвидовую, а не внутривидовую конкуренцию О том, что внутривидовая конкуренция – не единственный тип поведения Потом уже биологи напишут чуть позднее Эту мысль предвосхитил сначала анархист Петр Кропоткин в своей книге «Взаимопомощь как фактор эволюции» Что действительно есть же виды социальные, где взаимодействие внутри вида – это основа И занимает гораздо больше места, нежели конкуренция между особами Но позже, в принципе, эту идею мы признали неверной Почему? Потому что она распространяла биологические черты рас на социальную плоскость Как будто бы это жестко взаимосвязанные вещи Но на самом деле с развитием науки выяснилось, что это далеко не так Возникла уже отдельная отрасль знания, которую, чтобы отличать от расологии От той псевдонауки, ее называют расоведение И это уже раздел антропологии, изучающий изменчивость человека Как биологического вида в пространстве Назвала она так расология в честь все той же расы Но расология при более подробном изучении народов Выяснила, что биологическое разнообразие человечества Оно гораздо шире, нежели деление на 3-5 расоведения Чем деление на 3-5 рас В принципе, границы между расами очень сильно размыты Сначала появилось множество классификаций параллельных Где пытались какие-то смешанные расы и переходные расы выделять Потом пришли к выводу, что это бесполезно Границы слишком размыты И человеческое разнообразие это скорее градиент И тот факт, что люди совершенно разных рас могут между собой скрещиваться Он только подтверждает единство человечества как биологического вида И, кстати, такой интересный факт Если кто-то вдруг волнуется Во время экспериментов этих всех исследований и наблюдений Никто не пострадал Людей насильно не скрещивали Но так случилось, что Вот я тоже был удивлен Что на самом деле существуют даже примеры В естественной среде случайным образом Скрещивания между какими-то африканскими папуасами Либо папуасами, туарегами И, допустим, чукчами, венками Естественным путем Хотя, казалось бы, как они могли в жизни встретиться Но есть такие гибриды И множество самых разных примеров Они жизнеспособны, дают потомство и так далее То есть с биологической точки зрения Здесь вопрос закрытый с генетической И от термина «раса» Постепенно стали отходить к понятию фенотипа Фенотип — это что? Это совокупность внешних и внутренних признаков организма Биологических, приобретенных в результате антогенеза То есть развития человека на основе генотипа И плюс при участии факторов окружающей среды И случайных мутаций То есть то, как человек в итоге будет внешне, допустим, выглядеть И внутреннее строение на самом деле тоже Во многом зависит даже от случайности От экологии, от окружающей среды И поэтому люди, потомки, там, мигрантов Допустим, из каких-то жарких стран Которые несколько поколений проживут на севере где-то Они изменят свой внешний вид Не только в силу скрещивания Но еще и в силу действия просто элементарных природных факторов Потому что разделение на расы Именно по этой причине и возникло Я думаю, эта вещь достаточно очевидна И тогда встает другой вопрос Какой элемент еще можно положить в основу национализма? Какую структурную единицу? Если расы как такового, как некого целостного замкнутого явления не существует Тогда возникает такая концепция, как этнос На самом деле изучать соседние народы, изучать друг друга Люди начали достаточно давно Это, конечно, не придумка государства Мы такого утверждать не будем Занимались этим люди еще со времен Древнего Египта, Древней Греции Описывали соседние народы Чаще всего это, конечно, происходило в интересах государства Например, Геродот, который первый известный нам историк Письменный историк Ввел термин «история», что означало разведка Он описывал соседние народы именно в разведывательных целях Он описывал их быт для того, чтобы в случае войны с ними Государство могло эту информацию на свою пользу использовать То есть чего от кого ожидать на всякий случай Но более научно обоснованные концепции возникают Как раз-таки в эпоху позднего колониализма Это конец XIX века Это время социал-барвинизма и росологии И в это же время возникает еще и такая наука, как этнология На постсоветском пространстве есть еще разделение между этнографией и этнологией Если кому-то интересно, почитайте подробнее потом самостоятельно Про эту сложную историю взаимоотношений Но эти слова плюс-минус можно считать синонимами И одним из первых попытался выяснить, что же лежит в основе нации Такой ученый как Бастиани, он ввел как раз-таки вот эту тройственную концепцию Многие из нас, наверное, слышали Такое как будто бы структурное разделение на нацию, народность и этнос Как будто нация это что-то более сплоченное, хорошо организованное Народность какая-то переходная форма А этнос или племя, как он это называл Это такая неорганизованная форма, но все-таки имеющая в себе культурные отличительные черты То есть в отличие от расы, если мы говорим про нацию, национальность, либо этнос То здесь уже в основе больше всего будут лежать культурные признаки Таким образом появляются примордиальные концепции этноса Стоит еще два слова сказать о том, что, конечно, до этого люди тоже задумывались Откуда взялись племена, как они друг с другом взаимодействуют и так далее Это в науке принято называть мифологическим периодом Когда люди, допустим, от атлантов вели свое происхождение Или еще какими-то религиозными штуками обосновывали Ну вот далее про научные мы будем говорить концепции Первая из них это примордиальная концепция этноса Которая утверждает, что этнос это что-то обязательное, изначальное и всеобщее Какое-то обязательное, изначальное, всеобщее объединение людей И тогда в связи с этой концепцией возникла необходимость выделить какие-то критерии По которым можно отделить один от другого Понять вообще, где этнос есть, где его границы и так далее Стали ученые перебирать наборы факторов, которые могут влиять на формирование этноса Конечно же, логическим образом назывался язык Но это не всегда подходило, потому что некоторые люди могут считать себя белорусами Разговаривать на русском языке и так далее и тому подобное Тогда территория компактного проживания Опять же, в эпоху, когда миграция стала массовым явлением Это не совсем работало, потому что ирландцы могли жить в Соединенных Штатах и так далее и тому подобное Тогда какую-то совокупность признаков стали называть И, в общем, пришли к выводу, что не только материальная культура То есть то, как люди ведут себя в быту, как они одеты Какие предметы быта используют Не только, вдобавок к материальной, духовная культура То есть каким языком они пользуются, какие обычаи, обряды соблюдают и так далее Но еще и самосознание людей влияет на то, к какому этносу они принадлежат Но самосознание — это штука такая довольно тонкая Из этого к премордиальной концепции этноса возникало очень много вопросов Конечно Ну и были в рамках премордиальной концепции очень много отдельных теорий Свою теорию выдвигал Лев Гумилев, Юлиан Бромлей Они развивали премордиальную теорию этноса Рассматривали культурно-отличительные социальные группы различные И там были, например, такие теории, как душа культуры То есть что у каждой культуры есть свой дух Он как бы существует вне отдельного человека Вот он есть, и люди к нему могут приобщаться, могут от него отдалиться Но он существует как что-то такое абстрактное Или теория культурных кругов, которая утверждала, что у каждой культуры есть свой очаг зарождения Но естественным образом от этого очага как будто бы расходятся круги распространения этой культуры И где-то эти круги между собой сталкиваются, дают разнообразные вариации и смешение Что лежит в основе этой концепции? Что этнос это что-то целостное, устойчивое и односистемное Естественно, к таким культурным признакам возникало много вопросов Как я уже вам говорил, были вопросы в том, насколько язык, например, является фактором Который может выделить этнос среди других И вот я вам хотел предложить, угадать из перечисленных слов Какое их изначальное, так скажем, изначальное происхождение Потому что, насколько мы, конечно, можем об этом знать Из какого языка? Да, из какого языка происходит Вот давайте слово шпацер, кто не знает Ну, нет Да, правильно Дилда, слово? По-моему, из шлюстинских Похоже на турец Вот мне тоже по звучанию очень похож, но нет Дилда, это из литовского языка Жерандоля Кто знает, что такое? Литовский Люстра, так Хорошо, а лайдак? Латышский 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 язык А бутил? Бутил это белорусское слово, ему нет аналогов А кто знает Кто знает, как эту птицу называют в других странах? В Польше В Польше В Латян В Латян Ну что ли? Нет А в украинском кто-нибудь знает, как? Лалека Очень красиво, на мой взгляд А кто знает, какое белорусское слово года 2021? Ну вот иногда объявляю там слово года Вот есть мировое слово года, а есть вот Чабор Это тоже слово, присущее только белорусскому языку Это растение в других языках так не называют Итак, вот эта вот вся критика Вот этой вот, скажем, однородности этноса И того, что можно однозначно по каким-то критериям выделить Кто к какому этносу принадлежит Вот тоже вам риторический вопрос Может быть на дискуссии его поднимем Попробуйте для себя определить Какие критерии можно выделить Чтобы однозначно определить Какому этносу человек принадлежит Возникло еще такое направление в науке Как инструментализм Развивали его такие ученые Как Бронислав Малиновский и Редклифф Браун Оно говорило о том, что давайте на секундочку Отложим наше Перестанем копаться в том В чем же основа этноса И как он произошел Давайте обратим внимание на то Какие функции он занимает В культуре может быть Рассмотрение функциональной стороны Как раз приоткроет нам и завесу тайны Откуда этнос взялся Как он формируется и так далее Ну и естественно В основном говорилось о том, что Этнос несет либо какую-то Социальную функцию для общества в целом То есть функцию сплочения его Объединения людей Либо говорилось о том, что этнос Эта функция необходимая И прежде всего индивиду Для того, чтобы ощущать чувство причастности Для того, чтобы избавиться От психологического одиночества И так далее Опять же чувствовать принадлежность свою То есть только уже по-разному То есть во втором случае Индивиду необходимо чувствовать принадлежность И он ищет вокруг себя сплоченное сообщество Из максимально похожих людей В первом случае это нужно сообществу для выживания Вот оно выбирает как будто бы критерии Которые его будут сплочать Инструментализм — это еще и в принципе Направление в науке Которое утверждает, что научные понятия Термины гипотезы — это лишь инструменты Необходимые для ориентации человека В его взаимодействии с природой И с этой точки зрения Мы уже подходим ближе к следующей концепции Подходим к концепции о том Что этнос — это коллективное представление Об этом говорили еще инструменталисты То есть что понятие нации Понятие расы Понятие этноса Это просто конструкты Которые необходимы людям Для того, чтобы они могли осознавать реальность То есть мы делаем эти абстрактные операции Какие-то мыслительные Для того, чтобы объекты в пространстве Для себя определять и узнавать На время остановимся тоже На такой небольшой интерактив Хотел с вами поговорить Еще немножко про взаимопроникновение культур И о том, почему нельзя однозначно сказать Где одна культура заканчивается, другая начинается Давайте еще раз обратимся к стереотипам Связанным с той или иной культурой Вот, например, про белорусов какие вы стереотипы знаете? Померковная Померковная Ну вот с этим сложно спорить на самом деле Про картошку, да? А кто знает, когда появилась в Беларуси картошка? В 18-м веке Массовое употребление в конце 19-го века С чем было связано? Не было урожая плохой пшеницы Не урожая зерновых Да, не урожая зерновых И в связи с этим люди от голода Стали пытаться найти выход И пришли к выводу, что картошка В общем-то неплохой себе овощ Давайте еще поговорим про одну из, наверное, самых стереотипных культур Про русскую культуру Какие вы знаете стереотипы, связанные с русскими? Пьяницы Давайте пять Пьяницы Ну вот с этим опять же сложно спорить Давайте больше, может быть, к материальной культуре К материальной культуре обратимся Не к поведенчеству Палалайка 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 Давайте возьмем палалайку Что еще? Шавку-шавка Шавку-шавка, хорошо Матрешка Матрешка Шавка-самовар Ну, давай и самовар, да? Итак, по порядку Самовар родины и приспособления для кипячения воды не является Россия Древние китайские и японские приборы для приготовления горячей воды Объединяли в себе сосуд для воды Жаровню для углей и трубу, проходящую непосредственно через сосуд Известные такие же находки еще и в Иране и Азербайджане И все они датируются несколькими тысячами лет А вот в России же первый самовар был изготовлен на Урале только в 1740 году Русская расписная кукла, известная как Матрешка, также придумана за рубежом Художник Сергей Малютин, разработавший первые эскизы Матрешки Вдохновлялся японской игрушкой под названием Дарума Подробнее про нее также почитается чуть позже Есть еще такой стереотип, что водка появилась в России Это тоже неверно Водка в России, да, появляется достаточно давно В 14 веке Но впервые именно такой напиток, который близок по градусности 38 градусов, если кто-то не знал Вплоть до 19 века была любая водка Был придуман персидским врачом Именно для медицинских целей еще в 11 веке Шапка-ушанка Здесь есть несколько версий происхождения Но все они говорят о том, что однозначно она не связана со славянской российской культурой Она, скорее всего, либо восходит к кочевой культуре монгольских племен Либо есть еще похожие головные уборы у северных рыбаков, северных народов России Ну а балалайка это не что иное, как переформатированная домра Которая перекочевала в Россию вместе с тюркскими народами Есть интересная легенда, связанная с балалайкой Которая говорит о том, что царь Алексей Михайлович Из-за того, что распространилось по стране много скоморохов И они сатиру на власть разнообразную продвигали Он для того, чтобы это явление каким-то образом ограничить Он запретил домры, с которыми выступали скоморохи Но так как описание домры было как инструмента с круглым барабаном То изобретательный народ придумал балалайки, где барабан был треугольный Формально выходя за рамки этого запрета Давайте дальше, будем двигаться Итак, на чем мы остановились? На том, что существует еще и такая теория этноса Концепция этноса, как конструктивизм Ее родоначальником считается Бенедикт Андерсон Появилась она относительно недавно В его произведении в 1982 году «Воображаемое сообщество» он утверждал, что этническое чувство Это интеллектуальный конструкт какой-то интеллигенции и элиты Символический ресурс, необходимый для консолидации общества Который появляется, конечно, очень вовремя В удобную историческую эпоху Но что здесь важно? Что национализм предшествует появлению нации А не наоборот То есть ученые, поэты, писатели приходят Сначала постепенно приходят к выводу о том Что окружающий их народ Каким-то образом, по каким-то признакам Они могли бы отнести к нации Могли бы его объединить Вот давайте объединяться Они эту идею продвигают И появляется массовое Уже в массовом сознании И в образе государства Какое-то понимание того, что действительно существует такая нация Конечно, часто такое нация строительства сопровождается очень грубым мифотворчеством Есть в истории даже такое понятие, как романтизация истории Когда выдумываются всякие штуки Гиперболизируется роль той или иной нации в истории И, в принципе, взгляд на историю Как какое-то движение групп Нежели индивидов То есть в эпоху монархии Было удобно рассказывать историю Когда монархи и руководители государств Главные действующие лица Их там придворные Тем более крестьяне ничего не делают Они выпадают из фокуса внимания В эпоху массовой мобилизации Когда государству выгодно призывать В армию побольше солдат Когда уже нельзя обходиться лишь дворянским ополчением Нужно крестьян набирать в ряды армий Государству нужно уже продавать какую-то другую идею И тогда появляется идея о том Что вот нации между друг другом сражались И всегда было именно так И национализм создает нацию А не наоборот И опять же в этой связи Немножко хотелось поговорить о стереотипах Чтобы немножко отвлечься От заумных терминов И поэтому поговорим, например Про кулинарные стереотипы Кто знает, какое блюдо изображено Здесь на рисунке Да, морковка по-корейски А кто знает ее происхождение В России, в СССР Карица, наверное, они ее вообще ничего не звали Да, да Действительно, давайте еще несколько блюд Вот кто знает, где зародился картофель фри В Бельгии Так, да Действительно А багет? В Австрии Нет, распространенное мнение о том Что это французское изобретение На самом деле в Австрии А печенье с предсказаниями? Вот я вычитал о том Что мало того, что он не в Китае зародилось Так китайцы даже ничего о таком и не знают Печенье с предсказаниями У него есть конкретный автор Повар-иммигрант Который приехал из Китая в Соединенные Штаты Там придумал эту авторскую идею И просто продвинул как Собственный Да, как маркетинговый ход Есть мнение о том, что даже вот эта вот известная китайская медицина Была в свое время придумана Традиционная китайская медицина Как комплекс мероприятий Была придумана Мао Цзэдуном И приближенными к партии Для того, чтобы прорвать Международную изоляцию Китая Для того, чтобы продвинуть Какой-то бренд на западный рынок А Круацан кто знает? Австрия Австрия тоже, да Итак, вот в нашем анонсе было сказано о том Что мы приоткроем завесу тайны Каким образом связана песня Виктора Цоя «Мама анархия» С морковкой по-корейски Вот вы уже знаете, что родина и того и другого Это Советский Союз Но при чем же здесь Корея и анархия Дело тут вот в чем Каким образом и Цой И морковка по-корейски Очутились В Советском Союзе Дело в том, что в конце 20-х годов На территории Северной Кореи Шло национально-освободительное движение Мы еще чуть позже поговорим о том Как к этому относятся анархисты И во время этого Национально-освободительного движения Был такой персонаж Ким Чва Джин Который объединил Идеи национально-освободительные И идеи анархизма Он собрал вокруг себя Довольно большое ополчение 10 тысяч человек И в северных районах Нынче Северной Кореи Тогда это был единый регион Он создал республику Которая просуществовала достаточно недолго Там считанные месяцы Но где он попытался превратить в жизнь Анархические идеалы Его называют корейским махно Но японская армия Его армию разбила Вынудила бежать людей оттуда Массово и участников этой анархической армии И просто простых корейцев Бежать на территории Советского Союза А уже в последующем В самом Советском Союзе Корейцев посчитали неблагонадежным элементом Возможно, потому что Идеи анархизма среди них были очень распространены И их депортировали в Казахстан Из Казахстана предки Цоя Приехали в Ленинград Где он родился И написал песню Мама-анархия Которая с анархизмом не связана От слова совсем Но которая наплодила еще кучу мифов Об анархизме И о том, как рождаются И какие существуют мифы об анархизме Мы уже немножко говорили Но говорить об этом на самом деле Можно множко То есть врат анархизма Да Вредите Не воспитали Не воспитали, да Как же анархисты относятся К национализму К идее нации и этноса На самом деле существовали Самые разные представления Они менялись и на протяжении того Как менялась научная Научно-философская Вернее, будет сказать Концепция наций В частности Одна из основоположников Культурной антропологии Маргарет Мид Она была очень близка К анархизму Она изучала Быть народов Полинезии В частности Само И ей, кстати, принадлежит Фраза, которую очень любят Анархисты цитировать Что не сомневайтесь В том, что группа Умных и целеустремленных людей Может изменить общество В истории только так И происходило И К этносу К понятию этноса Анархисты Относились по-разному В зависимости от того Какое мнение было распространено В науке и в обществе Когда доминировала Примордиальная концепция То считалось, что Этнос — это что-то естественное Но при этом Анархисты, конечно, Всегда критиковали Национальное государство Как и любые другие государства Всегда критиковали Границы Какое-то разграничение Между людьми В том числе Здесь речь не только О свободе на передвижение Здесь еще и речь Про какие-то Культурные границы Ограничения в принципе Например Границы как Сегрегация Как запрет На какие-то Межрасовые браки Связи Границы, которые Разделяют Допустим, там Районы города Она разделенная По языкам И так далее Всякая возможная Внутренняя сегрегация Сюда тоже относится Критика ксенофобии Также присутствовала Всегда Но какие моменты Такие достаточно спорные Обычно Упоминают В контексте Отношения Анархистов К национализму Чаще всего Припоминают Бакунину Его панславизм Это идея о том Что всем славянам Нужно использовать Их культурную близость Для того Чтобы объединиться В панславистское Ну такую формацию Он не называл Это государство Федерацию Почему? Потому что У славян Очень силен Общинный дух В отличие Например От Пруссии От Германии Где индустриализация Уже вступила В права И люди стали Мещанами Такими Заводчанами Они утратили Связь с землей С общиной У славян На тот момент На конец 19 века Когда он это писал Еще была Очень сильна Крестьянская община Которая в принципе Во многом Соответствовала Анархическим признакам Там было Частично Общее имущество Там были Более-менее Какие-то там Равномерные Распределения Прав Обязанностей И так далее И тому подобное Но Здесь сразу Стоит оговориться О том Что Взгляды Бакунина И это нормально Для каждого человека Эволюционировали И его период Когда он выдвигал Идеи пансловизма Он предшествует Его периоду Когда он стал Анархистом И писал уже Абсолютно другие вещи Что еще Припоминают Припоминают Кропоткину Его поддержку Антанты Во время Первой мировой войны Здесь тоже Нужно сделать Очень большую оговорку О том Что Во-первых Эту позицию Кропоткина Раскритиковали Большинство Современных Ему анархистов Что логично Потому что Войны Это плохо В любом случае И поддерживать Какое-либо государство Абсолютно невозможно Для анархиста Но Во-вторых Нужно и понимать Какую Позицию Проповедовал Кропоткин Он не предлагал Поддерживать Страны Антанты Потому что Они хорошие А просто Он говорил Что давайте Выберем Меньше из зол Потому что Война И так уже Принесла Много разрухи Давайте поддержим Более слабое Меньше Менее структурированное Более разрозненное Государство Для того Чтобы после По окончании войны По окончании Разборок Между государствами Мы могли сделать Революцию И на обломках Этих государств Установить Свободное общество Далее Анархисты Чаще всего Критиковали Национализм С инструменталистской Такой точки зрения То есть Они мало Обращались К тому Что же такое Этнос Что лежит Вообще В его основе Как он Формируется Но при этом Яро критиковали Сам национализм Как явление И сами Национальное государство Среди таких Теоретиков Можно назвать Макса Нитлау И Рудольфа Рокера Который Особенно Яро боролся С национализмом У него есть Целая куча Произведений Посвященные Только этой теме Где он Очень подробно Рассматривает Эти вопросы Ну и Приблизительно С конца Семидесятых Появляется Такое Явление Как Постструктурализм Направление Философии Которое Критикует В принципе Огрупление Критикует Такой подход К рассмотрению Социальных явлений Когда мы Видим Группу людей Как что-то Однородное И обладающее Едиными свойствами И едиными целями В пространстве Как будто Индивиды Если они заявляют Что принадлежат К какой-то Группе людей Если человек Говорит Что я седовласый Или я высокий То он Ну По мнению Людей Которые придерживаются Каких-то Групповых теорий Он как будто Должен в повседневной Жизни Вести себя Как седовласый И никак иначе Или там У высоких Должны быть Только такие права Или низкие Должны жить В определенных районах То есть Какие-то факторы Любители Красных кофт Или там Любители покемонов Они как будто Должны себя Из-за своей Вот этой субкультуры Вести определенным образом И здесь уже Индивидуальность Интересов Людей Индивидуальность Каждого человека Она теряется И что само По себе Уже является Определенной иерархией Давлением на личность И тогда появляется Такое явление Как постанархизм И созвучное ему Также направление В конструктивизме Которое Ну оно Нельзя сказать Что оно Отделилось Оно Выделилось Немножко В конструктивизме Как продолжение Идей Постконструктивизм Идея о том Что Этнос Он вообще Не существует Пока мы Не хотим Чтобы он Существовал Только Только Немножко Чтобы определять Права Это философа Сделать на любой Другой народ И не нужна Какая-то Национальная идея Достаточно Идеи Общегуманистической И на этой почве Люди тоже Неплохо могут Консолидироваться Далее Между Америкой И Мексикой И в принципе Глобальный Режим Границ Там тоже Очень хорошо Расписано Вот Остальное Это все Твои тоже Станислав Дребышевский Это антрополог Из России У него есть Курс Видеолекции Он в открытом доступе На ютубе Можно его найти Рассоведение Как раз таки Который посвящен Вот Современному Рассоведению Современному Взгляду На расы Он рассказывает Без цензуры И смущения О том Какие Разновидности Людей Существуют Потому что Очевидно Что люди Физиологически Друг от друга Отличаются И это связано С тем Из каких регионов Происходят Их предки И это нормально И он рассказывает Как раз таки О том Почему Нельзя Назвать Определенное Количество Расс Почему Это Очень грубое Обобщение Которое Мы все-таки Делаем Для определенного Удобства Научного Есть Также Видео Андрея Тесли Где он Рассказывает Этнос Его свойства И особенности На самом деле У сторонников Примордиальной Концепции Очень много Различных Теорий В зависимости от того Какие признаки Они считают Более важными Для определения Этноса Но помним Что все Они считают Что у Этнос Что-то Врожденное И Непереходящее Ну вернее Наследуемое Но не Переходящее В социокультурном Плане Редклифф Браун Структуры И функции В примитивном Обществе На Основе Примитивных Сообществ Которые Он как Этнограф Изучал Рассказывает О том Как Этничность Помогает На его Взгляд Или Какие Функции Она несет В сообществе Бенедикт Андерсон Воображаемое Сообщество Опять же Автор берет Примеры Из истории Для того Чтобы Показать Как Определенные Стереотипы Как Определенные Нации Конструировались Кто был их Автором Конкретным Созданием Создателем Или Какие Условия Способствовали Этому Процессу Эрик Харсбаум Эрнест Гелнер И Пьер Брудье Это Также Три Теоретика Которые Связаны С конструктивистской Теорией Этмоса Брудье Он Немножко Уже Даже Ближе К постконструктивизму Макс Нетлау И Рудольф Рокер Это Анархисты Которые Критиковали Национализм И Внизу Также Приведены Еще Пару Статей Которые Посвящены Критике Национализма Уже С позиции Постанархизма О том Что Вот еще Наверное Стоит добавить О том Что Анархисты Какой Альтернативный Проект Они видят То есть Если Марксисты Например Другие Социалисты Предлагают Национализм Заменить Интернационализм Дружбой Наций Либо Предлагают Какой-то Мультикультурализм Где Культуры Могут Существовать Автономно И друг с другом Взаимодействовать То Анархисты Как раз Таки Предлагают Вот эту Культурную Автономность Личности Как единицы То есть Когда Каждый Человек Может Выбрать Для себя Свою Совокупность Культурных Признаков Которыми Он хотел Обладать Иметь Возможность В любой Момент Поменять Их То есть Сегодня Быть Ну Не просто Белоруссим А сегодня Говорить По-белорусски Завтра По-русски Либо С разными Людьми На разных Языках И что Это нормально И нам Не нужно Строить Никакие Пространства Для каких-то Отдельных Культур То есть Исчезновение Появление Трансформация Какой-то Культуры Это нормальный Исторический Процесс Нам не Нужно Этого Как огня Бояться Да Немножко Мировая Культура Может Потерять От того Что Носители Какого-то Языка Или Чтобы проследить Эволюцию Какой-то Группы Людей Эволюцию В истории Но Это не так Страшно Для будущего Человека Человечества Человека И человечества Поскольку Такие Факторы Как существование Этничности И на мой взгляд Существование Религиозности Это во многом Обоснование Для И фундамент Для существования Иерархии Государства И войн Давайте Вопросы А вот Сразу В последнем Этдеи Вот В этой идее Такое Пост Этничного Общества Или Мультиэтничного Общества Нет опасности В том Что Как бы Анаптическое Общество Оно же не будет Создано На чистом Листе Оно будет Создан На Основе Того Что Уже Существует И Уже Сейчас Есть Доминирующие Культуры Например Западная Англоязычная Культура Или На нашей Территории Русской Культуры Например Которые Очень легко Если Не Поддерживать Другие Культуры Могут Просто Стереть И Как бы Есть Какой-то Анархистский Ответ На Эту Проблему Ну Потому Что Как будто Из того Что Ты Сказала Анархизм Предлагает Позволять Культурам Которые Слабы Естественно Отмирать Анархизм В Общество В Общество Где Свободно В Общество Выделить Какое-то Пространство Их Позиция Тоже Должна Учитываться Вопрос В том Что Это Должна Инициатива Исходить От Каждого Конкретного Члена Общества Вот Я допустим Белорусофил Там Условный Мне Интересна Именно Белорусская История Именно Белорусский Язык Я Собираюсь Единомышленниками И мы Договоримся Что В нашей Коммуне Мы Устраиваем Кружки По Чтению Белорусского Языка Если Мы Начинаем Огораживать Своё Пространство Строить Границы И Говорить Что Нас Числено Меньше Поэтому Обязательно Дайте нам Пространство А то Вы Нас Задавите То Это Уже Тоже Построение Границ Это Та же Сегрегация Это Тот же Запрет Допустим Членом Моего Белорусофильского Кружка Прийти на Группу Русофилов Каких-то Условных Или Наоборот То есть Такого Не должно Быть Не должно Быть Железных Стен Вот В этой Культурной Политике И Каких-то Правил Что Если Допустим Полишутский Язык У нас Мало Представим То Обязательно Все Таблички В здании Должны Быть Еще На Полишутском Языке Потому Что Ну Как Это Так Веками И Не Было Таких Табличек У Тоже Ошибочно Видеть В Других Культурах Обязательно Такой Захватнический Нарратив Ну Что Как будто Б русская Культура В отрыве От Российского Правительства Хочет Всех Захватить Да И Вот Какие-то Там Будут Люди Условно Если Завтра Путин Перестанет Как Бы Развивать Русский Мир Будут Все равно Кто-то Кто-то Будет Там Насаживать Или Например Что Что-то Мешает Беларусам Прямо Сейчас Выучить Всем Английский Язык И Начать На нем Говорить И Пытаться Изучать Американскую Культуру И прочее То есть Мне кажется Что Люди Все-таки Все равно Пользуются Тем Языком Культурными Кодами Которые Вокруг Них Распространены И Если Ну И вряд ли Будут Распространяться Американские Культурные Коды В том Виде В котором Они Существуют Именно В США И Они Распространяться Везде И будут Везде Одинаковые Это Тоже Вряд ли Потому Что Даже Русскоязычная Беларусь Отличается От Русскоязычной России Вот Этими Как раз Таким Культурными Кодами И В том Числе Наш Язык Даже Как-то Отличается Не Говоря Уже Про Интонацию И Прочее Вот Поэтому Мне Кажется Что Ну Вот Это Вопрос Это Сродни Тому Вопрос А Если Мы Откроем Границы А Не Станут Ли Сразу Все Хотеть Зайти Туда Да И Вот Мне Кажется Что Это То Самое С Культурами И Границами Культур Это Так Ж Работает Что Сейчас Уже Тоже Можно Распространяться И Экспансироваться Но Это Просто Не Всегда Всегда Не Обходимо И Опять же Например Отвечая На Полишутские Корни Никто Не Помешает При Этом Какому То Человеку Полишуку Или Там Адепту Полишутской Культуры Повесить Везде Эти Таблички И Это Будет Тоже Ок То Ну Поэтому Здесь Вопрос Скорее Такой Индивидуального Порыва Индивидуальной Мотивации И Наверное В нашей Жизни Все В принципе Об этом И Когда Мы Горим Про Культуру Нам Почему То Просто Хочется Чтобы Это Как-то Было Уструктурировано И Упорядочено И Кто-то Должен Нам Сказать Как же Правильно И Каким Жизыком Нам Говорить Наркамовкой Или Тарашкевицей А может Быть Мы Заглянем Вообще В Крестьянский Язык Который До Литературного Унифицированного Языка Был Принят И Это Вообще Не Тот Язык Которым Писал Быков Например Да То есть Почему Мы Считаем Что Именно Этим Белорусским Языком Нам Надо Говорить А не Каким-то Предыдущим Да Вот Важный Еще Момент Ты Подняла О том Что Культурное Доминирование Это Прерогатива Скорее Государства То есть Культурная Политика О чем Мы Уже Говорили Она Была Выгодна Государству Для Унификации И Анархисты Не Считают Что В Человеческой Природе Вот Свою Культуру Кому-то Там Навязывать Просто Своим Присутствием То есть Для Людей Скорее Нормально Просто Пытаться Как-то Договориться С человеком На каком Бо Языке Он Нежели Прийти И всем Объяснять Что Вы На Моем Языке Должны Разговаривать Да Такие Люди Есть Но Они Скорее Транслируют Культурное Доминирование И Культурная Политика Вообще Всех Стран Завтра Исчезнет Всех Государств То мы Скорее Получим Даже Большее Разнообразие Культур Там Меньшуки Там Солигарчане И Прочее И тому Подобное Пойдет Процесс Нормальной Субкультуризации Которая Не будет При этом Связана С Сепарацией Людей Скорее Наоборот С Нормализироваться Но уже Не по Навязанным Каким-то Правилам А на Более Равноправных Условиях Мне кажется Что очень Хороший Показатель Этого Это Как раз Такие Вот Формирование Идентичности Или формирование Такой Групповости На В протесте Белорусском Когда Стало Резко Очень Популярно Делать Не знаю Флаги Там Степянки Солигорска И так далее Что раньше Для белорусов Было Немыслимо То есть Было И это Было Не Конкурентность Это Было Просто Показатель Взаимности В Какое-то Взаимное Участие И Люди Наоборот Это Приветствовали То есть Чем Больше Было Этих Новых Флагов И Вот Этого Новой Культурной Креативности С Этими Красно-белыми Цветами И Каким-то Личным Локальным Юмором Не знаю Или Искусством Тем Больше Это Было Приветствовалось Чем Ну Как бы Они Наоборот Не Говорили Там Почему Не Используйте Просто Все БЧБ Флаг Зачем Вы Придумали Степянку Вот Какие-то Еще Ты Еще Упоминал Про Отношение Анархизма К Национально Освободительным Движениям И Интересно Что Общества Которые Ну В настоящем Приближены К Анархизму Немного Ну Чаплас Например Сапатисты Или Курты Как бы Основой Революции Была Как я понимаю Национальная Идея Идея Вот И мне Интересно Вообще Какая Есть Перспектива Анархизма Это Да Очень Хорошая Тема Которые Совсем Не Сказали О Которые Говорить Можно Очень Много Почему Национализм Явление Строго Противоречащее Анархизму И Почему При этом Анархисты Очень часто Симпатизируют Национально Свободительным Движением Белорусского Народа Курдского Народа Сапатистов И Прочих И вот Например С корейским Этим Национально Свободительным Движением Почему Приветствуют Потому Что Реализация Культурных Прав Каждого Человека И Борьба С империализмом Это На самом Деле Благие Такие Пробуждения Которые Логично Произложить Но Почему Они В корне Противоречат Логике Анархизма Потому Что Это Какое-то Поделение Себра Замкнутую Группу И Утверждение О том Что Какие-то Гуманистические Моральные Правила Моральная Логика Этого Сообщества Они Уникальны И Несвойственны Всему Человечеству В то же Время Мы Видим Что Сапатисты Говорят Выдвигают Принципы Которые По сути Анархические И Говорят Что Это Наше Местное Народное Такого Нигде В мире Нет Вот Мы Сапатисты Это Придумали У нас Есть Свои Термины Для Тех Еще Это Наше Местное Народное Начинаешь Вдумываться В смысл Униклений Это Анархизм Курды Говорят У них Там Есть Женология Есть Какие-то Свои Революционные Партии И так Далее Свой Какой-то Муниципальный Федерализм И прочее Начинаешь Вдумываться В суть Явлений Это Тот же Автономизм Тот же Федерализм Тот же Стремление К муниципации Женщин И так Далее И так Подобное То есть Тезисы Абсолютно Свойственны Анархизму Бакунин С его Испанславизму Почему Он пришел К анархизму Испанславизму Сначала Он думал Что это Какое-то Свойство Русской Сельской Общины Потом Он посмотрел Нет Все-таки Славянской Сельской Общины И другие Среда Потом Он посмотрел Стоп Анархисты Иван Пишут О том Что У них Все То же Самое И Что Просто Капитализм Пытается Атомизировать Людей Сделать Их Одинными Единицами На самом деле Общинность Это вообще Нормальное Свойство Людей На протяжении Тысячелетий И приходит К выводу Что Нет Анархизма Для всех И это Не Какое-то Явление Белорусской Например Национальной Идеи Как Дмитрий А я Хочу Не согласиться Немножко С тобой Ну То есть Я согласна В общем Посыле Но я Не согласна Скорее С посылом Того Что Сапатисты Считают Свою Борьбу Националистической Или Национально Освободительной И об этом Мы вот Когда-то На предыдущих Занятиях Говорили уже Про Антополога Дэвида Гребера И он писал Например В своих Трудах О том Что То как Мы видим Мир И вот это Очень похоже На вот это Конструирование Идентичности Конструирование Воображаемых Сообществ И что Нам сейчас Выгодно Ну то есть Мы не то что выгодны Мы просто Когда видим Что-то И понимаем Что Ага Ну это Какие-то люди Ну они Наверное За свой народ Там что-то борются Да Что они Как бы На этом уровне Организованы Просто потому Что в нашем мире Непонятно вообще Как ты сказал Что Во всей истории Теперь это Группы людей Да Между собой Воюют И обычно Они воюют За патриотизм И национализм Другого Невозможно И он говорит О том Что на самом деле Вот это Очень такой Тоже Ну Такой Именно Патриотический И такой Даже где-то Колониальный Взгляд На тех Людей Которые Могут Просто Бороться За свое Право Жить Как люди Жить Как они Хотят И они Например Касапатисты Вообще Не отождествляют Себя И они Не выпячивают Свою идентичность Что мы Тут Такие Индейцы Майя Именно Мы Важнее Чем другие Индейцы Майя Или Чем мексиканцы Они вообще Про это Не говорят Ни в одном Своем Сообщении Они говорят О том Что мы Боремся За право Жить На своей Земле И на Право Обрабатывать Эту землю Так как Мы хотим И не Быть Эксплуатированными И мы Посылаем Миру То есть Если Почитать Литературу Которую Выпускают От имени Сапатистов Или Сами Сапатисты Они Они везде Говорят Что Мы Распространяем Вот этот Альтерглобализм Для всего мира Берите Пример С нас Ну то есть Мы хотим Поделиться Тем Что А мы Такие Ну Национально Освободительное Движение Понятно Хотят Просто Чтобы Бегал Шаман И Не знаю Курил Их Дымом Вот И на самом деле Мне кажется Я когда это Прочитала Мне это Очень помогло Изменить Перспективу С которой Я вообще Смотрю На мир Чтобы Сразу Его не встраивать Чтобы Любой Бунт Любой Протест Любой Что-то Не встраивать В эту Такую Государственную Физническую Логику То что Люди Могут Бунтовать Только Потому что Они Культурно Объединены Или Беларусы Бунтуют Потому что Они Против России Очень часто Спрашивают На западе Они Бунтуют Потому что Они против Путина Потому что Изначально Протест Был Вообще Не об этом И Очень сложно Понять Я Тоже Наследие Колониализма И Европоцентрическая Логика О том Что Это Движение Является Вообще Эмоционально Освободителем Я абсолютно С тобой Согласен Что Это Наш Взгляд Проблем Такой И Что Сами Симпатисты Да Они Кстати Приглашали Анархистов Всего Мира К Диалогу К Сотрудничеству И так Далее То Что Они Шли К Анархизму Своим Каким-то Собственным Путем Вовсе Необязательно Делает Это Именно Национально Освободительное Бюджет И Хотел Еще В качестве Примера Можно Белорусский Протест Нынешний Привести Можно Из Недавнего Прошлого Пример Что Очень Часто Считается Что Слуцкий Сброй Лежим Это Такое Национально Освободительное Движение Хотя На самом деле По Могу По Некоторым Подсчетам 60-70% Активных Участников Это Были Сторонники Партии СССР То есть Народники Почти Без пяти Минут Анархисты Они Не говорили О том Что Давайте Созветь Новое Белорусское Государство Просто Им Не нравилось Польши Им Не нравились Советы Которые Они Оказались Нужны В Уртришние Государств И Они Пытались Сделать Что-то Своё Каким-то Образум Извлекаться Вот Этой Угрозой Вопросы Есть вопросы По первому Блоку Что Если Упраздняется Все гражданство Которое Привязано Белорусс Русские Поля Какая Есть Альтернативная Система Которая Глобальна Будет Будут И Какие-то Другие Паспорта Если Мы Упраздняем Национальный Признак По Гражданству То Есть Какая-то Структура Альтернативная Существующая Сейчас Анархистов Или Каких-то Есть Теорий В таком Волг Что Может Быть Вместо Системы Существующей Сейчас А Для Чего Ну То Есть Контроль Государства Чем Они Сейчас Объясняют Это Безопасность Если Человек Преступник То Мы Знаем Что У Есть Паспорт Что Он Находится Там Там То Мы Объищем И Вы Будете Безопасны Если С Глобальной Есть Люди Которые Могут Нарушать Закон Например Как Контролировать И Вычислять И так Далее То Равно Какая-то Система Альтернативной Должна Объявленных Порядков Есть Анархистов Какая-то Отдельная Структура Которая Будет Контролировать Эти Аспекты Безопасности Какой-то Я Почему Спрашиваю Для чего Потому Что Гражданство Было Придумано Не Нас Защитить И Поэтому Дает Нам Паспорт И Там У нас Написано В паспорте Что Мы Под Защитой И Прочее Хотя Это Естественно Никто Не будет Нас Защищать Если Мы Выступим Даже Против Этого Государства Особенно В этом Случае Что Касается Но Если Мы Уже Говорим И Опять Ж И Гражданина И Негражданина Такое Государство Если Примерно Одинаково Карать Потому Что Гражданин Это Как раз Таки Равенство Всех Перед Законом То есть Это Недоступ К Политическим Решениям Или Политической Субъектности Это То Что Любой Закон Ко Всем Вам Будет Применяться Одинаково Вот Это Да Мы Вам Гарантируем Да Возвращаясь К сути Вопроса У нас Будет Отдельная Тема Про Правосудие Если Нужно Сначала Выстроить Аргументацию Откуда Теперь Будет Расти Это Правосудие Чтобы Ты Понял Почему Вот Так Например Я Предлагаю Делать Но Для Меня Что Касается Вот Этой Безопасности И Установления Личности Не знаю Кто Что Сделал И прочее Я Не могу Говорить За всех Анархистов Но Я Не знаю Ни о чем Не Считала Не Слышала О Какой-то Не знаю Каталогизации Людей С целью Того Чтобы Если Вдруг Они Сотверлят Что-то Плохое Мы Смогли Бы Их Установить Скорее Критика Этого И Скорее Отношение К Преступности Как Чем-то Социальном Что Творится Именно Социальной Политикой В этом Государстве Что Если Я Вынужден Воровать Это Значит Что У меня Нет Доступа К ресурсам Мне Не Предоставлено Что-то Да Или Я Например Вижу Что В случае Если Я Могу Себя Продать Чтобы Меня Поэксплуатировали Либо Что-то Украсть Да И Я Тогда То Есть Это Как Б Продукт Капитализма Типа Преступление Против Собственности Мошенничество Еще Что Это Попытка Наживы Конкуренция Это Продукт Капитализма Который Анархисты Считают Постепенно Изживет Себя Если Общество Будет Построено По Другому Принципу Когда Мы Будем Друг Другу Ну Когда Будет Постулироваться И Пропагандироваться Уважительное Отношение К друг Другу И Когда Ресурс Перестанет То есть Накопительство Перестанет Быть Необходимым Мы Про Это Говорили Немножко Раньше Что Если Мы Живем В Обществе Где Упраздненный Реемный Труд И Деньги Тебе В ней Вообще Не важно Что У тебя Лежит Где-то Десять Слитков Золота Просто Потому Что Никому Они Не нужны Больше Вот И От этого Соответственно Снижается Количество Любых Преступлений Преступлений Которые Сейчас Считаются Важными Понятно Что Мы Можем Говорить Естественно О каком-то Насилии Это Тоже Может Быть Важно И Установить Личность Конкретного Человека Может Быть Важно Но Исходя Из Того Что Мы Обсуждали В своем Кругу И То Что Мы Будем Доносить Тоже На Должен Типа Бояться Что Сделать И Сказать Чтобы Ну Как Бы В ответ На Какое-то Наказание Но Если Такое Будет Происходить То Мы Будем Искать Другие Способы То Например Если Мы Говорим Что Общество Будет Устроено По-другому В целом Что Мы Будем Знать Своих Соседей Мы Будем Понимать В Лицо Кто Там И Будем Ожидать Что Если Сейчас Оперативный Сотрудник Когда Там У кого-то Что-то Воруют Ходит По Квартирам И Ему Половину Не Открывают Чтобы Спросить А вы Видели Что Нибудь Да Тяж 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 Половина Очевидцев Не Открывает Дверь Половина Очевидцев Не Верит Полиции Половина Очевидцев Говорит Какой-то Бред Там И Вообще Как Б Может Б Нет То Мы Будем Предполагать Что Люди У которых На территории Происходит Какая-то Жесть Которая Им Самим Не Нравится И Конкретно Их Сосед Которого Они знают И уважают Пострадал Они Будут Заинтересованы В том Чтобы Сказать Если Они Что-то Видели Они Сами Придут И Скажут Этой Группе Например Которая Расследует Это Дело Вот То Есть Это Скорее На Уровне Мотивации Личной И Иногда Это Тоже О Том Что Что Нам Лучше Если Например Кто-то Каждый День Нам Ломает Деревья Во Дворе Что Нам Лучше Потратить Деньги Ресурсы Еще Что-то На То Чтобы Выискивать Человека Всех Законтролировать И Узнать Все-таки Кто Ломает И Призвать Его Или Посадить Просто Два Новых Дерева И Это Нам Будет Просто Как Обществу Выгоднее Потому Что Мы Выберем Сотворение А не Попытку Разрушить Попытку Найти Прищемить К ногтю Там Как бы Законтролировать То Это Вообще Другой Способ Мышления И Нет Это Ну Я Предполагаю Например Какие-то Удостоверения Образ Мышления Образ Взаимодействие Между Собой То Структуру Общества Да И Что Касается Удостоверений Например Если Мы Говорим Что Вдруг Понадобится Что-то Какие-то Пропуска Да То Я Могу Предположить Что Это Иногда Может Понадобиться В том Числе Когда Не знаю Кто-то Из Как Вам Дают Бэджи Когда Вы На Конференции Участвуете Или Там Какой-то Ну Чтобы Вы Потанцевали На Дискотеке Ну Вот Примерно Так И Которая Потом Просто Твоя Идентичность Она Не Связана С Этим Каким-то Ролью Твоей Функцией Ну Вот Примерно Так Противопоставление Практической Дружбе Народов И Интернационализму И Вот Два Вопроса Таких Мешает Для Другому И Если Допустим Мешает То Что С точки Зрения Анартизма Интернационализма Дружба Народов Что-то Не Ок Смотри Интернационализм Предполагает Что Есть Нация Как Как Какой-то Политический Семьет Как Какое-то Объединение Людей Которые Однородные Из которого Как будто Нельзя Вырваться Как будто Дружба Народов Нужна Потому Что Ты Не Можешь Дружить Как Человек С Человеком А Вам Нужно Дружить Как Представители Народа Вот Та Критика Анартизмская Которая Я Что Люди Должны Общаться Ну Не то Что Должны Они Могут Общаться За Рамками Вообще Представления О том Что Существуют Какие-то Нации Что Нужна Какой-то Мульти Дружба Культуры Дружба Наций Дружба Этмоса У Марксистов же Нация Это Как Какой-то Этап Исторического Развития То есть Для них Она Неизбежно Возникает И поэтому Они Уже Как По Факту Существования Наций Решали Вопрос Что С Этим Сделать Для Того Чтобы Пролетарии Объединились В своих Интересах За Рамками Их Национального Определения Но Не Отрицая Что Существует Как будто Быть Какое-то Еще И Национальное Анархисты Ну Критики Пост Анархизма Конкретно Они Пытаются Выйти За Рамки Этих Понятий Вообще То есть Дружба Народа Ох При том Что Мы Представители Одного Народа Человеческого Народа На каком Языке Ты Общаешься Но Это Ситуативно Может Быть Важно Может Быть Неважно Не Нужно Об этом Как О Какой-то Политической Концепции Об этом Заморачиваться В ходе беседы Так очень много Говорилось Про Национализм Но Такое Отличие Интересное Допустим Национальные Идеи Малых Народов Освободительные И национализм Который Перерастает Уже Мпериализм Есть ли Какие-то Конкретные Признаки По которым Можно Разделить Национализм Малых Народов И Борьба За Освобождение От Уже Перерастающего В Империализм И Где Интересно В самом Национализме Есть Такие Вещи Которые Остановят Не знаю Тот же Ну Любую Маленькую Народность Которая Борется За свою Независимость Не знаю Курды Сипатисты От того Что Достаточно Разросшись Они Не Станут Империалистами То есть Или Возможно Конкретно От Анархистов Вот Эти Вот Признаки Отличия Ну Я Кажется Понял Вопрос Так Да Действительно Национализм Почему Очень часто Связывается С Белорусским Протестом Потому Что У Белорусского Белорусской Страны У Белорусского Государства И Общества Как бы Как Связанного С Мне бы Не хотелось Привязывать Ну Хорошо Потому Что Во-первых Там Участвовали И Русские Это Вопрос Который Очень часто Звучит В контексте Оборонительных Войн То есть Вот Есть Империя Ведимон Она Пытается Кого-то Задалить Есть Оборонительная Война И Как бы Ответный Обратный Национализм На что Анархисты Говорят О том Что С гегемоном Безусловно Нужно бороться Но не потому Что он Представитель Какой-то Культуры Какого-то Гендера Или Чего-то еще А потому Что По Факту Своей Роли В обществе Он пытается Стать гегемоном Если нам Навязывают Правила Не важно Правила В сексуальной Ориентации Либо В поведении Культуры То это Плохо Потому что Навязывают Правила Потому что Кто-то Хочет К нам Прийти Со своими Танками Со своими Законами И прочее И так далее Плохо Не то Что Именно Русскую Культуру Пытаются Сюда Нести А то Что Ну Или Какой-то Условно Другой Американской Не важно А то Что Это Делается С подачей Государства Интересов Государства И делается Медодами Государства С этой Точки Зрения Мы Можем Отвечать На это Либо Протестным Движением Которое Вступает Против Империализма И постулирует Свободы Человека Либо Мы Можем Объединиться В какое-то Националистическое Движение И тогда Мы Как бы Уже Сами Себя Ограничиваем Становясь Замкнутым Сообществом И устанавливая Правила Еще и Для себя То есть Помимо Того Что нам Грозит Внешняя Агрессия Мы Должны Уже Как бы Еще и Чистку Собственных Рядов Контролировать Для того Чтобы Все из нас Были Курдами Или Все из нас Были Белорусами Для того Чтобы Наше Движение Было Безусловно Белорусским То есть Мы Себя Уже Ограничиваем В выборе Языковых Прав И так далее И тому подобное Становим Внутреннюю Какую-то Себрегуляцию Внутреннее Правило Возможно Они Не выльются В существование Нового Государства Но Это Уже Потенциально Очень Большая Опасность Поэтому Анархисты Предлагают Да С империями Нужно Бороться Возможно В каких-то Воинах Нужно Участвовать Анархисты Участвуют Например Во Второй Мировой Войне Как бы На стороне Антигитлеровской Кориции Естественно Не пользуют Великобританию СССР Защищать Свои Права Нужно И Можно Но Не нужно Это делать С позиции Культурное Права Это не ответ Это просто Комментарии Наверенные Твоим вопросом Если Сейчас Следите За Гражданской Войной Или конфликтом В Эритрее Там Где Тиграй Как бы Такая Провинция Или Если так Можно Сказать Там В принципе Очень Много Каких-то Этнических Групп Живет Которые Часто Находятся Под влиянием Разных Политических Субъектов И Движений И Например Тиграй Как бы Позиционировал Себя Как Такое Очень Революционное Ну Такой Типа Коммунистической Направленности Движения Они Вооруженные Вот Они Я не знаю Не помню Кстати Как Сейчас Не следила За развитием Конфликта Но Там Условно Две Три Недели Назад Как бы Они Начали Побеждать То есть Они Выгнали Из своей Территорией Своей Провинции В Правительственные Войска Но Не остановились Там А пошли Дальше На Другие Провинции И сказали Что их Цель Теперь Захватить Как бы Всю Эритрею Что С одной Стороны Стратегически Естественно Имеет Смысл Потому Что Если Они Будут Оставаться В этом Анклаве Их Правительство Очень Быстро Опять Задавит С другой Стороны Следом За ними Живут Там Амхарцы Такие И Как бы Эти Амхарцы Офигели От того Что Они В принципе Тоже За автономию И им Не нужны Тиграйцы Чтобы Им Теперь Рассказывать Как жить И Это Все Привело К тому Что Теперь Борются Все Против Всех Просто Потому Что Есть Неспособность Объединиться И Идентичность Как Мы Тиграйцы У нас С вами Такой Конфликт Потому Что Мы Геноцидом Друг Друга Занимаемся Потому Что Мы По-разному Выглядим Это Вот И Есть Продукт Этой Конструкции Которая Была Создана Уже Натворилась Делов И Теперь Очень Сложно Содлидаризироваться Против Угнетающего Правительства Я Только Немножко Дополню Это Не про Эритрии Профессии И Там Ситуация Такая Что Это Повстанческое Движение Семпаратистское Они Еще Не успели Перерасти В какое-то Государство Запостулировать Но Они Уже Занимаются На Занятых Правительственных Территориях Геноцидом Настоящим Против Которого Изначально Боролись И Как Собственно Зародилось Их Движение Потому Что Правительство В попытках Унифицировать Очень Многоэтничную Эфиопию Занималось Самогеноцидом И Получилось Что Вот Это Повстанческое Движение Сейчас Отвечает Тем Настоящим Находясь В Очень Невзвивом Состоянии Сейчас От наступления На столицу Провалилось Кстати Правительствен Визот В контрнаступления И При этом Они Устраивают Чистки Потому Что В этом Суть Их Существования Как Этнического Национального Движения То Как Только Мы Начинаем Говорить Про Какой-то Обратный Сексизм Обратную Гомофобию Либо Обратный Возвратный Национализм Это очень часто Становится Дискриминационной Штукой То есть Нужно Учиться Отставить Свои Культурные Либо Какие-то Милые Права За Рамками Вот Этих Ограничений И Границ